Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4 Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы совершим путешествие в Рагоцем, где поближе познакомимся с местным маяком, вернее даже с двумя, потому что помимо действующего маяка, построенного в 1960 году, здесь есть еще и старый, сооруженный в 1939 году. Но обо всем по порядку. Рагоцем впервые упоминается в документах в середине 17 века. Своё название поселок получил, как не трудно догадаться, по той простой причине, что дома его расположены были и сейчас расположены прямо на мысе Рижского залива. У местных жителей сохранились старинные истории о том, что их родственники когда-то были не только рыбаками, но и отчаянными контрабандистами, сотрудничавшими с теми контрабандистами, которые поплывали на своих кораблях непосредственно к берегу Рижского залива. Близко к берегу они подойти не могли и тут им на помощь и приходили местные рыбаки на своих лодках с небольшой осадкой, а вскоре после этого у токумских купцов появлялись новые партии чая, сахара и разные другие товары. По легенде, во времена Российской империи в селе даже поставили пограничный пост, чтобы пресечь незаконную торговлю, но это только сильнее сплотило сельчан, укрепило их дух общины. Как бы то ни было, но до недавнего времени основным занятием жителей Рагоцемса было рыболовство. Когда-то здесь было также несколько причалов для рыбацких лодок, на берегу стояли хижины, в которых располагался необходимый инвентарь, сегодня один из таких сарайчиков Рагоцемсе отреставрирован в память о прошлом. В 1930-е годы здесь было основано акционерное общество «Звейнец». Оно и добилось от правительства строительства здесь небольшого, но нужного маяка. К ноябрю 1939 года небольшой 6-метровый маяк был выстроен, а огни зашлись на нем в декабре и были видны на расстоянии 8,5 морских миль от берега. Тогда же небольшая сигнальная лампа была установлена на лодочной пристани Калдене. Оба маяка в ночное время значительно упрощали ориентирование местным рыбакам, рыбачившим в темное время суток. В 1960-м году здесь, чуть дальше от береговой линии и чуть выше среди деревьев, был построен новый маяк, реконструированный в 1999 году. С открытия нового сооружения старый рыбацкий маяк закончил свою работу. Все механизмы были демонтированы и бетонные стены год за годом разрушаются под воздействием ветра и воды. Небольшая серая бетонная башенка с железной оградой поверху сегодня как-то вовсе не ассоциируется с тем, что это маяк, пуль даже был когда-то, сейчас нет. И многие туристы, которые знают, что старый маяк где-то здесь, надо его искать именно где-то здесь, он где-то рядом, далеко не сразу соглашаются с тем, что это небольшое бетонное сооружение и есть тот самый старый маяк. Поначалу же его воспринимают какой-то странной бетонной раздевалкой для купающихся, но при всем при этом, сегодня старый рыбацкий рогоземский маяк, стоящий почти у самой воды, это единственный маяк такого типа, сохранившийся на побережье Латвии, поэтому он претендует на то, чтобы считаться объектом промышленного наследия. Не менее интересен и новый маяк, построенный в 1960 году чуть дальше от берега, чем старый. Конструкция его вышки значительно отличается от других маяков, его башни представляют собой не привычный цилиндр, а красный параллелепипед. Такое ощущение, что какие-то великаны притащили огромные спички и играючи выстроили из них что-то вроде колодца или башни, такую обычно выстраивают дети, доставая из спичечного коробка спичку за спичкой и тренируя тем самым свою ловкость. В дополнение к этой необычной конструкции, ее еще сверху венчает мачта связи. Вид получается неповторимый. Ни с одним другим латвийским маяком рогоземский маяк при всем желании не спутаешь. Высота маяка составила около 30 метров, высота огня 37 метров, видимость этого огня 16 морских метров, вспышка белого цвета, которая сгорается каждую секунду. В честь этого маяка Латвия Спас 19 октября 2018 года выпустила марку и конверт первого дня с его изображением. И на этой филаталистической ноте время нашего виртуального путешествия завершается. Мне остается поблагодарить слушателей за внимание. Рассказы о новых местных примечательностях слушайте в программе Домская площадь по воскресеньям.